всем привет ребята сегодня будем хайпить и я скажу сто тысяч раз Афонтв хайпофлев это новая рубрика на ютюбе надо 100 тыс раз сказать имя канавы 근�ов на фоне тв Мы так хайк полючим, подписчики придут, надо еще встретить. Новости снимать, давно не снимали, новости, новости давно не снимали, пошли, готовиться, хайк он говорит, афон тиви, бля. Здравствуйте, дорогие телезрители, с вами выпуск новостей из города Сочи, уже больше полугода нас не было в эфире, и мы сегодня снова с вами, потому что в этом городе творится фигня, точнее, извиняюсь, не в городе, а у нас на ютубе, переворот какой-то произошел, люди все с ума сошли. С чего бы начать? Первая новость, какой-то кретин, какой-то вообще повернутый человек, сто тысяч раз сказал Николай Соболев. Вы представляете, что это пацан на протяжении 18 часов сидели и говорит Николай Соболев, Николай, Соболев, Николай, Соболев, Николай, Соболев, Николай, Соболев, Николай, Соболев, Николай, Соболев. А люди смотрели, люди смотрели, кидали ему бабки с вами, с холмами. Видите, да, что творится? И так, во всему свету, еще какой-то тоже такой популярный вроде бигер, там как его Декстер Шмеккерс. Декстер, я помню, был такой осьминог, где-то мультик смотрел, там Декстер был. Короче, ребята, суть в чем, сейчас он сидит и уже где-то 7 часов смотрит Калик Марианеру. На повторе, я один раз посмотрел, мост чуть не влопнул. Я нега-звезда, нега-звезда. Я нега-звезда, звезда. Видите, да? У меня уже автоматически песня, телефон играет, я мега-звезда. Вот, полюбочка. Я мега-звезда. Видели, да? Телефон автоматически, я не могу удалить. Откуда он туда появился вообще? Как он туда зашел? Не мог зайти, я его не качал, ничего не делил. Ну и вот так вот, ребята. Это были первые две новости. Спасите этот мир, ребята. Не смотрите их, не смотрите, не смотрите нас. Смотрите нашу рубрику на весны, смотрите наш канал. Теперь он у нас в френчу. Третья новость, ребята. Так же, как и в прошлом году, и в позапрошлом году, и в позапрошлом году, в этом году произошла хрень. Только она обычно происходит накануне лета, а сейчас только зима. Короче, на набережный был такой, что он был, байте, я понял. Вы посмотрите, посмотрите сюда, посмотрите сюда. Вы видите, что это? Это что? Как это такое было? У нас, у нас, что там ходят тут, билы? Я такой, что я говорю, это что? Это что? Это что? Я не могу прокоментировать это. Я смотрел, мне скидали фонт. Я думал, а тя, они говорят, брат, это чёрное море. Я такой, что это чёрное море? Я что, в месяц улетел в Питер приехал? Моряки нас-то нашли? Это что такое? Ну, пятая новость, ребят. Почему так долго не было рубрики новости? Ну, как вам сказать, у меня был такой маленький отпуск на несколько месяцев. Ну, как назвать отпуск? Это был отпуск, это был ад. Я улетел в Питер. Я поехал к Артёму-Тарасову, это уже все знают, наверное, то смотрит регулярно наш канал. Ну, и фичка в чём, ребят? Я думал, Питер, я знаю, что Питер такой мрачный город, но до такой времени, блин, мрачный город, я чуть не умер там, ребят. Ну, во-первых, не потому что я умер, потому что холодный, нет. Крема там, там всё нормально, там дождь иногда капает туда-сюда, но всё равно, это капец. Такого нет, не едьте, Питер, не едьте там, нечего ловить. Едьте лучше в Лос-Ан-Желеси. Пятая новость, или шестая, я уже сбился за счёту, пятая, считаю, вовсе не важно, ребят. Да, относится она к такому шоу, называется Хайп Кэм. Кто слушает, кто не слушает, вы молодцы, кто слушает, слушает, иди дальше. Дана Комков, кто такой? Вы понимаете, это шоу создано, я не знаю, для чего. Я думаю, это шоу создано, чтобы отбирали лучших блогеров. Я не слушал об этом, но я не смотрел, мне были неинтересны, и сегодня мне показывают, что я вижу, что творится там. Очередное шоу, чтобы собрать кучу бабек. Причём на Ком? На таких холочков, которые идут туда, смотрят, в общем, приходят туда, дают им задания, всякое такое, туда-сюда. И что начинает происходить? Блогеры выполняют задания. Те блогеры, которые выпилили нехорошо, их выгорают. Те блогеры, которые я фиг знает что, я даже не понял, их взяли. Хороший там монтажер был, я уже не помню, как его зовут. Его взяли, выкинули. Ещё один был, его тоже взяли, выкинули. Но, правда, там было за что, если брать, не сделали, но вообще, это не суть. Мир катится к чертам. И уже добрались до блогеров. Раньше считал блогеров, это такие, где, которые просто загмают в своё время в интернете, но теперь? Я не понимаю, что происходит. Что происходит на русском YouTube? На русском, именно, почему на русском YouTube? Почему в Америке такого не происходит? Почему всё у нас? Почему? Я изменяюсь за мой такой голос. Чуть-чуть, я приболел чуть-чуть. Ну, в общем так, сегодня у нас на передаче сам этот критин пришёл. И мы попытаемся разобраться, почему же он делит такие вещи. Встречайте. Этот, как я понял. Да, не комковь или шпаковь, иди сюда. Я не пойму. Где он тут? Я сейчас уже сказал. Привезите его быстрее. У нас время ограничено. Часто деньги уходят. Наконец-то пришёл. Да. Вы звали меня? Сказали какое-то интервью, но у меня денег мало заплатили. Я должен сейчас вас про канстинг сделать. Ты кто такой вообще, да? Я тебе должен задание. Так, Геврог Богданян. Вы мечтали попасть в хайп-кэмп. Вы не подходите. У вас параметры вонючие, какая-то волосы надо сбрить. Вас надо чуть-чуть сделать гейм. Майкап. Вы готовы мейкап за две минуты сделать? Это наше задание к вам. Это он и есть. Вы что, даже с собой не взяли... Охрана, охрана тебе сделали охрану. Охрана тебе сделали охрану. Кто там кашляет на заднем плане. Уберите его дальше оттуда. И уволен. Ну и вот. Он пришёл. Мы хотели разобраться во всём. Но разбираться уже в ночь, чем вы сами всё увидели своими глазами. Пришёл сюда в Сочи. Пришёл в наш эпицентр фрэнч-шоу. Зашёл сюда. И мне говорит, я тебе должен покрасить, залить калёнове. Меня. Меня. Всё, ребят, это была новая рубрика новости. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Давайте про нас. Это новая рубрика новостей. А ну, в принципе, наставь давно не было в эфире, но это можно сказать, что это новая рубрика. Некоторые люди уже забили, что такое новостей. А большинство наших подписчиков даже не знали, что такое новостей от Фрэнч-шоу. Так, подписывайтесь. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео от канала Фрэнч-шоу. 30 лайков и выходит в следующий час новостей. Эти гучи я оставлю себе. Всё, всем пока. Николай Соболев, Николай Соболев, Николай Соболев. Сава бибил, а ваш любимый ведущий из города Фрэнч-шоу. Да, смирали. А зарплата моя, мне? У компании кризис. Кризис. У хайкена заводит кризис. Гоупро стоп-видео. Сейчас. Гоупро стоп-видео. Ты не правильно говоришь. Гоупро стоп-видео. Жарко что-то. Я ещё эту шубу одел. Ну шуба твоя шуба, бля? Да, конечно. Нет, маме. Ты как конор. Я просто бабушка камказа, бля. Я как конор. Зачёный. Встал, такой пришёл. Ещё шуби такой. До свидания, Кокрич. Комков, можете меня взять в хэп-кэмп, пока Кефу не видит. Ты уволен. Я всё слышу, что у меня маячок на всех работе просто нет. Слушай, это номер Комкова, это же вот этот, да? Подождите, посмотрите, вот. Он же, да? Номер Комкова. Ага. Хорошо, что, можете идти? Так, все свалили, он позвонил. И Комков, вы сегодня у нас были на шоу изучить, и у вас там бабкастей, бабкастей нет для нового ведущего, там, новостей, повостей, может меня возьмёте, там, потихоньку, там, сегодня что-то тысяч долларов в месяц возьмёт. Всё отлично, тогда мы с вами завтра придём договоримся о цене и о работе. Всё, отлично. Всё, отлично. Всё, отлично. Сostenу. Всё, подождите, да? Не зашлоу начало. Мне зашлоу, что дарни фрейндж шоу. И у нас сама лучшая команда насёл, дарни фрейндж шоу, и у нас самая лучшая команда насёл, дарни фрейндж шоу. И что он насуви диди? В миллион ли аудиторий. Ни ауи хапкан, мапкэм, там, мариандарош, майнандарош, майнандарош, фейси-мейси, гой-мой, нектон и пайдот. То, ками. Фрейндж шоу. Фрейндж шоу. Фрейд шоу!